Антон Шевчук Они как появляются? Либо мы их выращиваем, начали напиталили, пришли юзеры, пришло много юзеров, еще больше, и мы начали что-то разгребать. Либо по-другому в аутсорсе к нам приходит заказчик, и у него уже есть проект, который ввалится. Именно такой проект мне пришлось разгребать. Что же там было? Ну, выводом, естественно, база данных страшненько. Хлебенькие сервера, которые не тянули на нагрузку, дырявый код, ну и другие стандартные болячки legacy кода. Причем настолько, кстати, насчет дырявого кода, настолько он был дыряв, что его уязвимости можно было найти в гугле. То есть набиваем сайт, там, как заломать такой-то сайт. Вот, пожалуйста, вам список багов. Окей. Что было дальше? Первое решение, которое приходит на ум, это мы вот фиксим клипки и сервера. То есть мы отправляем наши сервера в спортзал, говорим, теперь там будут крутиться серьезные железо, ну и это временно фиксит проблему. Временно, поскольку железо оно такое, да, его много не бывает, и если код плохой, то новая-новая юзера еще усугубляет ситуацию, и все опять падает. Окей. Дальнейшее, что мы идем? Мы идем по пути оптимизации. Оптимизация занимает у нас очень много времени, заказчик не всегда понимает, за что он платит, поскольку это выглядит как? Мы пришли, неделю работаем, впахиваем, и в результате что? Сервера опять падают. То есть, что бы мы ни делали, они все равно упадут. Вопрос только времени, да? Они упадут в 6 часов вечера или в 8 часов вечера. Результат один. Работы много, поэтому было принято решение... Написание проекта с нуля. Ну, условно с нуля. Нам нужно поддерживать совместимость со старым. Мы со старыми пользователями. И получить новый, новый идеальный сайт, который будет летать и не будет возникать проблем. Такая утопия началась. Такая утопия продлилась очень много времени. На слайде вы видите, сколько реально было потрачено часов на проект. Сколько заняло багфиксинг. Что я могу тут сказать? Ну, какой это объем проекта? Для кого как? Оцените. Большой, маленький, там, средненький. Я вчера на клиентке писал. А? Сколько дней? Тысяча часов в месяц? Тысяча часов. Человек и часов. Да, я тут где-то, я че-то очепятался, да? Секундочку. А, ладно, не буду уже править. В общем-то, тысяча часов... Тысяча работ. Да. Тысяча работ. Средненький проект. Да? Ну да, я согласен. Это, в принципе, средний проект. И еще такие более-менее показатели. По багфиксу, по количеству ищусов. А вот по багфиксу это крутые показатели. Что, круто? Тысяча проблем, но... Окей. Это не тысяча проблем. Ищус это у нас же и запрос на фичу. Да, то есть, в принципе, ну вот... Если их 500 багов, из которых 150, так бы я на кредсов критикал. Не, это больше нормал. Вы знаете, багов много было, как это... В действительности, очень много багов. Наверное, нужно было тут еще дописать. Около сотни. Это, знаете, по фиксите Translate. Просто сайт не русский и не английский. Поэтому фиксить Translate было немного сложновато. Google Translate очень часто не выручил. Скажем так. Кстати, о самом проекте. К сожалению, я не смогу вам дать URL, чтобы вы на него посмотрели, пощупали. Нет, сервера не лежат, но есть другие три буквы, которые вы, я думаю, знакомы. Линдией, да? Да. Вы поняли, что мне нечто стыдно. На свободе берите. Нет, мне не стыдно, но, к сожалению, я не могу рассказать, что это сайт. Буду так вот косвенно как-то затрагивать, что на этом сайте есть. Так. В общем-то. Ну, еще где-то сотня багов. Это именно баги с Translate, потому что, ну, не идеальный Google Translate. Да, это минорный. Поэтому там написано 150 больше нормал. Ну, минорное. Но это где-то в нормал они попадали. Насколько я помню, они создавались как нормал. Наши пользователи видят. Пользователи возмущены. Почему там не регистрация, а сохранится. Ну, в общем-то, такие нюансы были. Вот. Ну, о чем я буду рассказывать дальше. Собственно говоря, вот такая вот структура проекта стала после спорта замок. Как вы видите, у нас пяток в веб-кластере. Немного мемкэши серверов. Насколько я помню, они раскиданы по самому веб-кластеру. Но он могла ошибаться. Я уже, к сожалению, не помню нюансов. Поскольку все-таки админской части я не занимался. Майский, понятно, мастер своих. Читаем, пишем. Все логично. Я думаю, ничего военного. Это ни для кого ничего. Нового я не рассказал. Окей. Дальше. Небольшое произошло обновление софта. Естественно, привязка у нас была одно время к старой версии. Она была намертво привязана к 5.2. И не хотела выше грейдиться. Поскольку там был какой-то старый код. Какой-то... В общем-то, очень много завязок. И переезд на 5.3 даже не удавалось. В результате переехали на 5.4. Памяти полегчало. Энджинс висит, обрабатывает статику. Ну, все отлично. Конфиги, я думаю, приводить не стоит. Я думаю, их очень много везде. И каждый с ними может познакомиться. Слишком много о них рассказано, чтобы я что-то добавил нового. Окей. Что же я добавил? Ну, во-первых, кэширование. Кэширование – основной инструмент для хайлок-проектов. Мы кэшируем, что? Обращение к базе данных, HTML-файлики. Мы практически все, что угодно, все, что нам не нравится, можем закэшировать. Много обращений к файловой системе. Тоже, пожалуйста, вот кэшик. Вот мы собрали, все положили, все отлично как. Но мой кэшик еще для каких-то вычисляемых данных тоже использовался. Это понятно, да? Чуть-чуть я поподробнее еще остановлюсь на каждом из них. Ну, а пока продолжим. Что же я сделал? Ну, господи, что это за слайд? А, собственно говоря, это описание кэширования для гостей. Основное количество гостевого трафика, то есть это у нас не зарегистрированные пользователи сайта, а боты или пришли люди с поисковиков, составляло около 20%. Соответственно, 20% – это тоже не хилая нагрузка на сервера. Убрать 20% и уже сервера будут падать в 9 часов вечера, а не в 8. Только на этом пункте, да? Неплохо. До пика мы еще не нашли, но, в принципе, неплохо. Поэтому элементарная логика. Мы проверяем куки, которые мы знаем, что это авторизированного пользователя куки. Ложим мы все это в HTML-файлик, уже сгенерированный, и обновляем его там раз в 20 минут. Для гостя увидеть устаревшую информацию в 20 минут, а тем более для какого-то Google-бота, ну, я думаю, это мы отделаемся легким испугом. Дальше. Дальше у нас был кэш на уровне, уже для пользователей, на уровне шабранизатора. То есть у нас есть кусочек, как обычно сайт делится у нас, шапочка, футер, сайт-барчик, один сайт-барчик, другой, контент непосредственный. Обычно шапочка, футер вообще практически статика, сайт-бары могут там варьироваться, пара вариантов, и контент может варьироваться вообще от пары ключевых значений. Вот таким нехитрым образом я вложил контент, складывал тоже кэш, это тоже HTML-кэш, сложили по ключевым значениям, ну, в данном примере, возьмем, к примеру, это тх-нибо статическая страница, которая изменяется администратором сайта. Окей, он изменил, страничка доступна у нас по какому-нибудь алиасу, там, например, about us, contact us и так далее. Вот, это в качестве параметра к нам приходит. Небольшой TTL 60 минут, и все отлично. У нас раз в 60 минут эта страничка будет обновляться. Для страниц, видали, балда с контакта можно было там поставить сутки, двое, ну, сутки нормально еще, да. Да еще при этом всем можно принудительно после обновления страницы непосредственно этот кэш почистить. Все легко и просто. Дальше. Для базы данных. Вообще, сайт, как таковой, писался на самописном фрикверке. Чем это было обусловлено? Тем, что малое потребление памяти, все контролируемо, но варианты большого количества ошибок, да. Этот риск был, он иногда играл свою роль непосредственную. Поэтому был написан, ну, возвращаясь к фрикверкам, самописным, велосипедам и так далее, был написан PDA-врагер, который обеспечивал следующий функционал. Естественно, он все запросы на запись отправлял на мастер, сэлект он на слейв, плюс еще позволял сэлекты между мастером и слейвом распределять. Для чего это нужно было? Потому что если мы грузим слейв, то в итоге он, в конечном итоге, он когда-нибудь досвалится. Да? У нас проставят мощный Майскель сервер мастер и такой же мощный слейв. Ну, поэтому естественно, разумно распределить нагрузку между этими двумя серверами, чем дыхать все по умолчанию, да. Давайте все на слейв, там только чтение, мастер только на запись. Нет, нифига, лучше все-таки распределить, посмотреть, попробовать. Благо, на это было время, юзеры терпели, поскольку они натерпелись до этого падений намного более, как это, более глобальную трагедию. Что еще было? А, этот враппер еще выполнял одну интересную функцию. Это все селекты по умолчанию, они кэшировались, абсолютно все. То есть, была опция, которая селект говорит, кэшируйся на 5 минут. Что это делало? Что это нам позволяло? Ну, во-первых, мы собрали кучу багов, когда у нас что-то попадало в кэш и не успевало обновляться, да, юзеры там били в колокол, я вот там имя обновил, а оно там через 5 минут только появилось. но таким образом очень быстро получилось вторую версию завести. Что, ну как это, это было необходимо, жизненно необходимо для проекта, завести вторую версию. Тоже потолок трусится? Отлично. Так что, таким нехитрым способом лучше мы потерпим пользователя, который будет говорить, что у нас проблемы и будем там потихоньку тюнить, чем изначально дадим большую нагрузку и потом уже будем это внедрять обосля. Так, ну, что у нас еще было? Что еще? А, изгнали сессию. Session Start больше не использовался. Оказалось выгоднее использовать, знаете, использовать куки, реализовать свою идентификацию по кукам, чем использовать Session Start, где попало. Так все было вроде управляемо и использовался фактически Memcash для этого. Ну, я прекрасно знаю, что у нас есть возможность установить хендлер для сохранения сессии как Memcash, но был один печальный опыт. Когда у нас с Memcash что-то случалось, получалось, пользователь получал не свою сессию. Каким образом это произошло, я, если честно, до сих пор не знаю, но быстренько реализовал свою идентификацию пользователей и получилось намного быстрее и более управляемо и предсказуемо. То есть в этот момент я уже знаю, там, Memcash если отвалился, то я могу сказать до свидания или отдать еще что-то, а не привет поймать, когда кто-то стал вдруг админом на сайте. Очень нехороший такой опыт был. Дальше. Ну, собственно, говоря, это вот картиночка со статистикой Memcash серверов. Так, что мы, всем видно или озвучить? Озвучить? Окей. На этой картинке не присутствует отдельно сервер, который я использовал для хранения сессий. Здесь только Memcash сервера для хранения контентов и данных с эскейп-запросом. Соответственно, что у нас тут получилось? Четыре сервера по пятьсот метров каждый и на данный момент используется, когда я снимал статистику, полтора гигабайта, полтора гигабайта памяти использовалась в основном для хранения данных, возвращаемых при работе с базой данных. То есть, то, что у нас обрабатывает ПДО в РАГе на самописном. При этом обеспечивалось попадание в 95%. Правый столбик справа зелененького цвета это хорошо. Чем он больше, тем лучше. То есть, где-то зачесалось 4%, которое нужно подчистить, это что-то лишнее тут добавляется. На первых этапах было все очень плохо. То есть, там не 4,2% было, 10% или 15%, что является нехорошей статистикой для использования ManCash. Деятельность, в действительности, запуск второй версии был следующим образом произведен. Пользователям было сообщено, заглушечка повисела на сайте, а сайт мы запустим такого-то числа в такое-то время. Что произошло такого-то числа в такое-то время? А что произошло с серверами? Так все упали, человек, это не гадать. Гадалки не ходи, все упали. Что происходило? В действительности очень много конкурирующих запросов и кэш даже не успевал заполняться. ну точнее он падал до того момента, сервера падали до того момента, как в кэше появилось достаточное количество данных. И еще был опыт, когда тоже упали ММКэш-сервера, ситуация повторилась точь-в-точь с той, когда был момент запуска. То есть падают все ММКэш-сервера, кэш не успевает заполняться и потихоньку сайт очень-очень много кушает ресурсов. Ну, соответственно, базу данных грузит и так далее. Так, ну, насчет ММКэш-сервера еще вопросы какие-то есть? По ММКэш-сервера. Говори. Что на счет разогрева ММКэш-сервера? Не занимался, признание. Ты это хотел услышать? Скорее тип сентрикс. Это нужно, на самом деле, только если часто запускаешь систему. Если не перезапускать, зачем это рейтинг? В действительности можно, ну, поскольку у нас 4 сервера, то по факту, ну, если какие-то проблемы возникают, или мы понимаем, что в ММКэше что-то очень плохое, то мы по очереди их можем перегрузить. Собственно говоря, нагрузку, ну, как видишь, тут используется ровно три четверти памяти, выделенные на всех, то есть один сервер фактически резервный, да, мы его чистим, нагрузка немного растет на базу данных, но, в принципе, можно по очереди их прохожить. Давай. у вас падают сервера, как у вас QA, они как-то нагрузочное тестирование проводили, или это не было? Ну, повторяю, да? Да, я повторю вопрос. Первый вопрос был насчет QA, второй вопрос, ну, насчет что же делали наши QA, и почему они вот здесь не участвовали. давайте, и второй вопрос насчет предварительного заполнения кэша. Скажем так, на сайте, давайте так по очереди, насчет QA, я отвечу очень быстро, это этот сайт разрабатывала не компания, в которой я работаю, это я сижу там на выходных иногда подпедаливаю, потому что я люблю педалить. Так что из QA там был я, админ, ну и все, пожалуй. Так, насчет предварительного заполнения данных. Тут основные тяжелые запросы были связаны с пользователями, а пользователей на сайте, дай бог памяти, три ляма. Из этих трех лямов активных было, насколько я помню, где-то тысяч двести. То есть предварительно заполнив кэш для трех лямов, я все равно получу очень много промахов, да, в мемкэш. То есть мысль такая посещала, но почему-то решили мы, что лучше мы чуть-чуть помочим юзеров, пару раз поднимаем сервера, и дальше все будет отлично. И так и сработало. То есть наши как-то наши на авось таки сработало. Ответь, это говори. Насчет четырех мемкэш серверов, у вас есть какой-то алгоритм, который определяет для каждого ключа, на каком серии мы искать. В общем, мемкэш сам. То есть мемкэш же сам за это отвечает. А если выбирать серверов, у нас получилось все? Да, кто-то остался без кэша, четверть юзеров без кэша. В случайном проявке еще. Да, да. Окей. Был еще следующий момент. Это полнотекстовый поиск. Страшно как смотрится. Окей. Майсгель, полнотекстовый поиск, неплохо работает. Был поиск по двухсот. Двести тысяч записей с текстом, грубо говоря, это были статьи, двести тысяч записей. По ним был полнотекстовый поиск, естественно, он немножко напрягал систему, в результате был выбран Sphinx, и он небольшим текстом приписал, что пекал экстеншн лучше вообще не использовать, забудьте про него. Sphinx был подключен как Sphinx IP.php и таким образом была работа. Экстеншн для мускуля не использовался. почему? Потому что не было времени даже протестировать, перебил детьми мускуль под него. Так, еще вопросы есть по Sphinx? или тут и так все? Sphinx он такой, он большой, страшный, но вы его не бойтесь. Резильность его настраивать очень легко. да. А я с ним работал до этого. Как часто Delta миграция производит на больших объемах? 200 тысяч это небольшое объеме, я скажу. Поэтому он полностью rebuild за минуту. Еще вопрос, а почему не Sphinx сразу? Вот как-то не срослось сразу, это было год назад или полтора года назад. Вот, почему-то тогда не срослось. Я не могу сейчас вспомнить историю наших с ним взаимоотношений, но на тот момент не срослось, возможно, да, сейчас бы я уже Sphinx скейли. Следующий слайдик. Оу. На сайте был форум. Форум phpvp, вторая веточка. Из всего функционала phpvp там использовались только exploit, да? Вот я нагуглил, какая версия phpvp, залил туда exploit, отлично, а я тут пошаманил чуть-чуть. Это использовалось постоянно. Мало того, в этот phpvp кто-то умудрился немножко залезть, поэтому это добавляло проблем еще и с обновлением и исправлениями. В результате была выбрана альтернатива в виде ванила форума. Почему? Тут кто занимался интеграцией phpvp в свой сайт, когда у вас есть общие юзеры. Так, у вас нет. Маловато. Могу сказать, что всем остальным очень повезло. То меньшинство, которое подняло руку, наверное, со мной согласится. Проблема phpvp возможностей в том, что он требует создания, ну, насколько я помню, он требовал создания юзера. То есть, вы представляете, да, я регистрирую пользователя на сайте, я одновременно регистрирую пользователя на форуме. Как вы думаете, сколько было пользователей на форуме активных, реально активных? Ну, точнее так, после переезда сколько там в ваниле оказалось пользователей? Сколько в ваниле 1 десятая сейчас. А? Десятая? Я думаю, примерно 1 десятая. 1 десятая? 5% от активности. От 3 ляда полпроцентная. А тактик. 1 десятая 5% Ну, 30 тысяч из трех лимонов. 30 тысяч активных пользователей было. Ну, где-то тысяча и переехала на 3 миллиона было здесь, а в ванилу попало 30 тысяч. Да, всего лишь процент. То есть, соответственно, у нас ББшная база со всеми ее структурами и революционными красивостями грузилась личными фактически 3 миллионами пользователями. А как произвелась миграция с кляжами в ваниле? У ванилы есть чудесные миграционные скрипты, которые иногда чуть-чуть что-то... А? Ванила сделала сама. Да, ванила сделала это сама для привлечения к себе аудитории. Ванила использовалась... Нет, к сожалению, я сейчас не вспомню версию. Одна из самых последних... Какая сейчас зарелизилась? 1.18? 2.18? Или как-то там версия у них дробная. Ну, к сожалению, я сейчас не помню, но это не суть важна. Вот. Скрипты миграции есть, и у ванила есть чудесная штука для интеграции с уже существующими сайтами. Называется она ванила вроксе, насколько я помню. Это когда вы ваниле говорите, когда к тебе приходит пользователь, возьми-ка его куки и постучись на такую-то URL-ку. URL-ку нашего сайта. То есть она берет текущую все твои куки, то есть фактически это система авторизации, которая у вас на сайте. Знакомый вы с ХП же. Вот. Постучались и в результате если вы авторизированы на сайте, то на этой страничке вы должны вывести информацию о пользователе. Ну, например, логин его, permission, группа, в какой он относится и так далее. То есть таким нехитрым образом интеграция ванила непосредственно с сайтом у меня заняло пару часов. Ну, и миграция еще часов двадцать. Наверное. Ну, достаточно много. С ним пришлось полазиться, потому что кто-то лазил ручками по ХП-рубе с соответствующими результатами. Так. Еще есть вопросы по вот этой ночи. А как Ванила определила, какие пользователи активности вычислили, именно два через год? Это вот те двадцать часов, которые я потратил. Я просто прибил в PHB-BB, я прибил юзеров, у которых нет ни топиков, ни месседжей, вообще никаких признаков активности. То есть я их прибил и все отлично получилось. А осталось там тридцать тысяч, но на данный момент насколько я помню, там около 60 тысяч регистраций на форуме. Но большинство это зашли, написали одно сообщение, а как тут сделать то-то и ушли в форум. Вот. Пошли читать папки. Хорошо. Еще вопросы? Повранили. А новые пользователи продолжали попадать на ванил, которые на сайте регистрировались? Конечно. То есть система вот эта ванила прокси, она, если видят вот на этой страничке, на которой вы отправляете ее, если она видит логин, пароль, логин, информация о юзере, она тут же регистрирует его у себя в системе. Ну то есть заводиниться на сайте и зайти на ванилу. Все. В этот момент пользователь будет создан. То есть фантомы уже не создавали? Ну, фантомы создавались, если человек зашел на форум, почитал его и ушел. Этот фантом создавался. То есть 60 тысяч, да, но это не 3 миллиона. Окей. Ой. Был чат. Я не помню, какая система использовалась. Первая моя мысль была переписать чат на ноду. Да, отлично. Нода, сокет.io, но что-то он у меня не взлетел. Не взлетел он, тестовые запуски выдерживали спокойно где-то около тысячи пользователей онлайн. Ну, это я тестил на одном сервере, на одном ядре, наверное, я уже точно не помню, нюансы, да? Ну, то есть я когда перемножил необходимое мне количество, которое мне нужно выдерживать, то я чухал рейку. Ну, я думал, ну ладно, я еще ноду-то так себе знаю, могу еще там что-нибудь поэкспериментировать, но требовался быстрый результат, да? В результате я то, что я писал на ноде с использованием Regis для обеспечения работы чата, в результате переехал на PHP буквально за одно воскресенье. То есть мне сказали, не-не-не, вот эта вот штука не взлетела, давай все-таки сделай что и что будет летать. Это было PHP, банально, jQuery стучится на сервер раз в секунду, ответ может кэшироваться уже спокойненько, да, у нас и все отлично работает. В чем прикол этого чата? Чат висит на главной странице и по умолчанию он у всех открыт. То есть если в Facebook вы там взяли, открыли, он появился, там что-то начинает течатиться, то ты видишь чат сообщения всех пользователей, которые там зашли, решили поспамить и так далее. Вот. То есть что я хотела этим сказать там? Ну, Redis с PHP тоже отлично работает. Простая связка PHP с JavaScript и Redis обеспечивает работу чата для большого количества пользователей. Вот. Вопросики есть? Да, есть. Смотри, ты вновь использовал же Message Channel и PopsApp, для рассылки сообщений по каналам. А в Мечклево в этом случае зачем тебе PopsApp и Redis, если ты все равно забираешь все последние сообщения из канала? Redis обеспечивает быструю работу с сообщениями. Мне нужна была эта работа со списками, да? Ну, теоретически. Скорее всего, составляем если ты еще к сообщению какой-то из Redis клеишь. И это, наверное, тоже темстерн. Ну, получалось быстрее и очень удобно в Redis потом ее почищать, потому что в чате мне не нужна история сообщений больше, чем тысяча примерно. ну, джейс и сокет.o уперлась тысяча пользователей. Ну, там она была один из запущена и на одном ядре, насколько я помню. Ну, то есть, я перемножил и результирующая сумма меня не устроила. Дизельность это не... Ну, я, возможно, бы спал дальше решать эти проблемы с нодой, но на тот момент сокет.io была версия 0.7, не помню, одна из последних семенок. И когда приходит к тебе модератор, ну, не самый главный, как это говорят, хуга-босс, да, а модератор, и приходит и говорит, вы знаете, у меня чат не работает, а вот что за система? Он говорит, Ubuntu такая там, Firefox такой-то старенький, три, что-то там, говорит, не работает. Я такой, чухаю, говорю, блин, я даже это протестировать не могу. И потом в Change.io, когда он зарелитился восьмой версии, я нашел упоминание, что были проблемы с Firefox под что-то там, ну, под Linux-системой. Я думаю, это, наверное, та самая зараза. Вот. Ну, на тот момент я уже переехал. А я дальше расскажу. Окей. Дальше. Что было дальше? Это было, собственно говоря, в PHP-фреймверк там был свой велосипед. Велосипед отвечал за работу с Mancash, с PDO, какой-то Simple Active Record получился, простой шаблонизатор, действительно простой, и MVC, который, вся его логика была прописана в индекс PHP. Я думаю, с таким MVC вы сталкивались, да? Сколько из вас савая ADC в одном индекс PHP? Поднимите руки. Не стесняйтесь. Не стесняйтесь. Ну, ладно. Я так понял, а все остальные стесняются, да? Вот, подняли самое сознательное, а все остальные стесняются. Не все на PHP просто пишут. ты многое потерял. А сколько приобрел на PHP? Так. вовсе-то, часть этого направо реклама, кстати, да? Часть кода я уже мигрировал в open source framework, который я там уже на своем блоге рекламировал, да? это блюз. Блюз это пример PHP 5.4. Всем заинтересовал, что, кстати, смотрите, ну, скажем так, насчет юзать я не уверен, но посмотрите, я думаю, стоит. Окей, поехали дальше. Я не понял, с самописного прозерка на самописный прозерк был действительно в VGC-код, а получился самописный фриверк, который, в принципе, тоже немножко там где-то местами не очень, но зато работает быстрее. Насчет быстрее чего? Да, быстрее в VGC-кода, да? Я, мы помыслы об использовании готовых фриверков типа Zen фриверка я отбрасывал сразу. Поскольку сравнивать страничка у меня грузится и кушает 300 кб памяти и грузится там за сотые доли секунды или за тысячные и Zen фриверк, который Havow не выводит за 4 метра памяти и... А? 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 А сам по себе запс-фримеру, когда он гибкий удобный? Гибкий удобный? Ну, вопрос другого, а так гибкий, но в другом. Ну, собственно, а с вами нет проблем с перформансом? Это именно количество файлов, которые... Ну, не только файлов, но и объектов. Для обеспечения, господи, того же MVC. Сколько у вас классов? А у меня один индекс PHP. А в индекс PHP? Да, около двухсот. Да, я в этом не написал за тысячу часов. Ну, около двухсот. Причем зачастую это универсальное правило, оно описано и несколько исключений. Ну, я сейчас на глаз говорю, что оно там... ну, пару листингов получается. В идикишки. Окей, возвращаясь к слайду. На данном слайде вы видите непосредственно, что у нас статистика за апрель месяц сайта. Так, озвучу, да? Где-то 4,8 миллиона пользователей пришло на этот сайт. Они совершили 20 лямов визитов за месяц и просмотрели 160 миллионов страниц. В среднем 8 страниц за визит. Ну, вот такая, я не знаю. Для меня лично это крутое показать. А? Интересно. Да, интересно. Для определенного контингента. О чем вы подумали? Нет, это не такой сайт. Вот, собственно говоря, производительность. Так, что это за толза? Кто-то скажет. Это... Очередная самописная. Возможно. Загрузка по серверам. Ну, это график загрузки. Я сейчас циферки увеличу. Насколько я помню, я их увеличил. О! Я их увеличил. Отлично. Вот, собственно говоря, старение нагрузка на сайт OECC-код. Свой велосипед. Так. Нормально. Профит ощутим, да? Да. Я рад. Я горд собой. Еще раз. Да, 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 да. И не такой по вечерам смотрят, понимаешь? А это уже непосредственно статистика с обминки сайта. Это регистрации на сайте. То есть, в среднем, да, раньше у нас приходило две тысячи коллег и регистрировалось на сайте в сутки. А... Так, господи, что это такое? А... Ну, вы видите, да? В результате у нас средняя где-то устаканилась на пяти тысячах регистраций. То есть, то, что мы говорим о профите в качестве новых пользователей, да, в два раза выросли регистрации. Сайта. Давай. А что за провал там среди? А помните, я говорил «монкэш», я уронил? Да. Так, кстати, это где-то в районе Нового года или Рождества или нет? Не-не-не. Это действительно уронил Монкэш. Что вы говорите? Все видно. Все сразу видно. Да. Ну, то есть, на выходных мы регистрируемся, в будни мы там не бываем. А? Ну, ей порно. Почему? Три миллион? Я не верю. Я лучшее мнение. Ладно. А вот это вот показание о том, сколько человек профит онлайн по вечерам, да? Вот это 11 часов вечера. До 11 часов вечера раньше сейвер не доживало и где-то обвалился на 18 тысячах. Это его был предел даже на том железе, которое я описывал. На данный момент пиковая онлайн статистика зависла на 38 тысячах. Уже после этого он оплатил. Не понял? Если он оплатил на 18, сейчас он оплатил. А, нет, он не падает, он спокойно там курит. Ну, вы видели цифры. Не надо вот меня тут так подкалывать. Окей. Понятно. Что для меня? Для меня это экспириенс, с которым не часто сталкиваешься даже на работе. Когда у тебя сайт, который висит там в топ 2000 по alexa.com, это, собственно говоря, немножко поднимает твое само мнение о себе, да? Как будто в спортзал сходил, да? Но только такой вот девелоперский спортзал. Вот. Что еще я хочу сказать? Я хочу сказать, что если вы знаете PHP, хотя бы недели две, то, в принципе, ваш Hello World выдержит очень большие нагрузки. Могу сказать, что PHP действительно быстрый. PHP можно достаточно легко масштабировать. Он будет предсказуем. У него вот такая вот замечательная штука. Он предсказуем, да? Если мы видим, что начали процессы виснуть, то они будут виснуть и здесь, и там, и завтра, и послезавтра. Это предсказуемо. Код. Насчет кода. Я вот, если открывать Холивар, насчет фрингверков, насчет тяжелых фрингверков, там, ZF, Symfony, что я еще не назвал? Ui. 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 Вы знаете, я оценивал фрингверки. Но я уже высказывался на своем блоге, потому что, я могу заглядывать от фрингверка, могу ли я узнать что-то там новое. Так вот. И он как раз в тот фрингверк, заглядывая в который ты ничего нового не узнаешь. С одной стороны, это конечно плохо, поскольку таким фрингверком, ну, знаете, нет интереса полазит внутри. потому что все предсказуемо. Но с другой стороны, ты знаешь, что он и как он себя будет вести. То есть, да, для высоконагруженных сайтов, возможно, он подходящий выбор. Так, еще хриверки будут? Не надо. Ну, возможно. Да. Еще раз погромче, сожжай. Малка есть, например, штука совсем недопотребительности. Сейчас даже в год 5-я аква-берсия есть, которая вписывается в CX-стеншн. А, PHP-эссеншн? Какой вопрос? В чем? Вопрос. Как вам такие прайверки? Ну, вот, Hylone, сайта, покой. Я понял. Hylone, сайт фактически на сяп. Да? Вариант замечательный. Кроме того, а как вы будете расширять вообще, вот, какая команда будет работать с этим кодом? Вы знаете, подобрать команду, которая будет довисовать такой фреймверк, достаточно проблематично. Я, к сожалению, не сталкивался с конкретно этим фреймверком и не копался в нем. Ну, во-первых, меня тугивает альфа в названии. Ну, есть стабильная версия, есть к чему-то стремиться. Это, конечно, хорошо. Но, не знаю, мне очень важно в действительности, чтобы... Вот я взял свой код, развернул, отдал вам, любому из здесь сидящих, да, и буквально там через 4 часа я получил бы результат. А ZEN на что похож? Подскажете? Вы знаете, те, кто разрабатывают ZEN, они, наверное, пишут еще и PHP, да? Да, я вообще, вот, когда играл, да, я когда в своем отделе, как это, проповедовал ZEN Framework, я акцентировал внимание на то, что вот ZEN-довцы, они такие, «Ммм, нам неудобно делать диспетчеризацию, давайте мы сделаем go to». Окей, сделали. Да, возможно, такой подход работает. Но, собственно, мне не очень в последнее время нравится направление ZEN-да. Вы посмотрите на их, вот, тут я недавно обсуждал, ZEN-форм, да? Это та вещь, которая поначалу кажется прикольной, а потом напрягает сильно. И так по кругу. Ну, не люблю я напряги в этой жизни, я люблю, чтобы всегда радовало. Мой инструмент должен всегда меня радовать. Это не тот сайт, я повторюсь. Твитте, пока я не успел. Со ссылкой на меня я. В общем-то, ZEN-фрейверк, нет, мне он в последнее время не очень радует, он огорчает. Огорчает своими тенденциями, да и многие тяжелые фрейверки, они такие вот, знаете, не PHP-вейт, да? Не в этом. Мне вообще PHP-нравится, PHP-пыха, 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 кто ее называет? Какой ужас. Затем, это все быстро, легко должно быть. Ну, в своем велосипеде я стараюсь придерживаться этому. Ну, вот, отвечая на вопрос, возвращаемся к вопросу, а то я тут уже в лужу, не по теме. Насчет этих фрейверков, нет. Пока нет. Пока не будет этот фрейверк от ZEN-да. Пока они не скажут, вот мы, пророки PHP, мы сделали вам PHP версии 6.0, мы вам сделали тот же фрейверк, который вы должны пользоваться из коробки. Тогда да. А пока это они там по два года закрывают ищутся, которые заводят Max. Max. Вот. Нет. Вообще очень бы хотелось, чтобы был вот такой вот из коробочки. Еще вопросика? Давай. А ты его тестил под нагрузочкой? И что он говорит? Отлично, попробуем. Надо бы попробовать. Не пробовал, если честно. Попробовал, да попробовал, еще попробуем, что написать какую-нибудь вещь в дюбейте, а давай использовать ESI. Баргыш есть? А здесь так есть. Был. Был. Поставить в ванну, попробуй ESI тоже вещь. Поэкспериментировать. Был. Ну, вообще, в весельности, это очень неплохая площадка была для моих личных экспериментов с той же нодой, и мэмкэшем, и так далее. Но на этом, пожалуй, и все. Окей, это доклад я, пожалуй, уже завершу. Если у вас есть еще вопросы по проекту, кроме домена, да, вот, и инвайт не просите, то задавайте. Какой вопрос, не использовался и применеленный HTML или в качестве бенгейса, то есть они же самые застки не обрабатываются через кэш и отдавать за кэш на странице, а генерить просто файлик и отдавать ему сразу же. А в венджинсе просто настроить, где лежит кэш. Ты это имеешь в виду? Не дошли. Не дошли, если честно. Ну, то есть, в тудушках, в действительности, по проекту, очень большая. К примеру, в тудушке есть заюзать 4NK. Ну, с мэйсамана и на дбр мы переехали, а 4NK еще не завязали. А почему по S&P, а не подпись? Знаешь, на текущий момент хоть фронтен 200 переехал, там еще есть пачка кронов, которой я даже не прикасался. Ну, и реальный профит от постгрей на данный момент я не увижу, если честно. Нагрузка на сервер сейчас, мэйсейль справляется на уровень. Нет, как же перенести больше обработки кода из модели. Ну, а насколько это будет поддерживаемо разработчикам, да? Возьму я посажу. Любой постмасс разработчик сажу. Поднимите руки, постмасс разработчики, пожалуйста. Я на меня понял, потому что ты поднял руку, да? Работы не хватает, да? Нет, работа не очень просто. Ну, в общем-то, на данный момент как-то в качестве эксперимента, возможно, можно было попробовать. Но дорого это, обойдется такой эксперимент, я думаю. Пока там даже база не причастна, а обещательно к единому виду, к сожалению. Еще вопросики? А вы использовали не стандартный мэйсейль, а перконов. Ну, в качестве мэйсейль сервера. Вы же говорите и на ДП, а я вроде нас там видел перконов, и в экс-РДП, правильно? В качестве движка. Секундочку. Я уже не помню, если честно. Да, была. Да, ну, значит, была. Ну, что я... Ну, вопрос, собственно, к чему? Проводились ли исследования по нагрузке между мускулом и ТЭП-5 обыкновенно? Если проводились, то непосредственно администраторам я в этом не участвовал. Ну, он много достаточно проводил времени с различными билдами, с билдами по ХП, с билдами мускуля. Я знаю, что он много разных перепробовал. Промежуточные результаты я у него не узнавал. Я просто такой говорю, знаешь, я попробовал, сегодня я попробую вот это вот залить на лифт. Ну, давай попробуем и сидим, ночью ждем, когда оно ухудет, да? Догового протянули еще полчаса, неплохо. Давай. Ну, мы еще раз, почему сессии узнали, чем есть. Ага. Потому что путались. Сессии переехали. Вначале был прописан, да, стандартная возможность в PHP-EV на сетапе, чтобы сессия хранилась в мемкэше. Есть такая функция, да? Ну, там, сейв-хендлер указываешь в мемкэше, и параметры соединения с мемкэш-сервером. В момент падения... Он там, на графике с регистрацией, вы его видели, да? О, вот здесь вот, да? В этот момент падения. В этот момент падения в мемкэша. По какой-то причине сессии в этот момент получал пользователь, ну, другую сессию, сессию другого пользователя. Как это произошло, почему это произошло, я не мог сказать. Я решил, как это... С учетом того, что там куча было экспериментов с билдами, искать проблему непосредственную я уже не стал. Мне было дешевле и быстрее обойти эту проблему. То есть, именно проблема возникла в один момент? Да. Это не проблема с производительностью? Нет, это не проблема производительности была. Это именно конкретная проблема, когда пользователи получали сессию другого пользователя. И было это связано с падением мемкэша-сервера. Вот. Почему так произошло? Ну, ощущение сложилось, что... Мы погумекали, да, решили прийти к выводу, что когда мемкэш там начинает загибаться, он начинает отдавать все, что попало, а кому попало. Вот. Пришли к этому выводу и решили от этого предохраниться. Ну, вроде бы получилось и работает. Ну, и дополнительно у нас, получается, механизмы еще для работы... для работки в таких ситуациях. То есть, мемкэш упал, я говорю, до свидания. Все. Еще вопросы? Нет и дальнейших планов. Вообще отказаться от скурения как такового перейдяного скурения? Лучше сам верить. Да. Да. Собственно говоря, мой скейл не является жестким местом. Но, знаете, вот моя, как это, любовь к экспериментам, да, я, конечно, там где-то кауч подискал, где-то редис завязал, но в данном проекте новый скейл, я думаю, не подойдет. Ну, или это усложнит систему, чтобы ее будет сложно поддерживать, более сложно. Ну, а с учетом того, что действительно, мы сейчас не узкое место. Необходимости не вижу. Знаешь, чем мерил вначале? Вот топ запускаешь, да, и смотришь там, что у нас там сверху, да. Это первая мерилка. Вот когда мы там что-то добились, чтобы у нас хотя бы консоль отзывалась, когда нагрузка большая, да, чтобы можно было топ запустить, это уже был прогресс. Узкие места. Насколько я помню, на сервере временно включалось профилирование баз данных, да, ну, у скуля есть такая штука, когда он там за 5 минут тебе 5 гиг пришлет логов. Вот. Это поначалу помогало. Ну, то есть, это первоначально. У нас в начале было достаточно узкое место база данных. Сейчас она там отдыхает. А поначалу это вычислялись запросы тяжелые, индексы вешались и так далее. То есть, такая вот оптимизация, которая, которой нет конца и края. Вот она проводилась таким образом, да. Там зашли, ну, зашли в логи, посмотрели, что там больше секунды выполняется. Надо фиксить. Ну, или что больше 10 секунд выполняется. Ну, там разные были пределы. Вот. Вот таким образом. Специальный тулзов. Сейчас я вспомню, что-то в последнее время пытался это прикрутить. Нет, наверное, сейчас только профайлер висит, и все. Да. А размерчик базы, записи, гигабайтов? В гигабайтах я не вспомню. Могу сказать так. Юзеров там 3 миллиона записей, да, там соответствующих таблиц с настройками еще 3 миллиона. Контент, который они генерят, это, наверное, 200 тысяч. И таблицы связей и перелинковок, там есть отдачи и так далее. Там еще где-то 10 миллионов. Ну, то есть на таких цифрах Майсквер вполне справляется, если аккуратно, и со свинксом. Еще вопросы? А где вопрос, где ортопатия? Это просто подразумевается, никто даже не спрашивает. Вы что, хотите сюда сходить, да? Не-не-не-не. Ну, ладно-ка. На этом я, наверное, мы закончим. Так, где мой последний слайд? Слайд, 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 слайд. О, спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ